и 2 очки так там есть уже помешать просто всем доброе утро дорогие друзья банджур hello на уроках платформы ваикра мы продолжаем изучать тору на платформе ваикра вдруг кто-то первый раз меня зовут искак пентусевич и мы находимся на платформе ваикра эта платформа для изучения торов которые те кто изучают тору делятся своими знаниями кто уже много лет изучают а те которые а те которые начинают изучать и вообще кому интересно слушают слушают эти уроки интересно что в торе мудрец называется талмитха хам то есть мудрец называется ученик мудрец само название мудреца она вот прямо конкретно дословно переводится ученик мудрец то есть не не как мудрец профессор там нет студент профессора если на русский перевести то в торе называется называли бы профессоров если Если бы было это, да, профессор Паторий, его бы назвали студент-мудрец. Представьте, если он не студент, он не мудрец. Не может быть мудрецом тот, кто не учится. То есть для мудреца это самое главное, это его желание учиться. И для учебы, для самого процесса учебы, это удивительно, да. У меня есть курс, который преподают в Российском экономическом университете, называется мастер обучения. Я в этой теме разобрался. Самое главное, когда ты садишься обучаться чему-то, должна быть мотивация. То есть у тебя внутри должен быть четкий ответ на вопрос, что это для меня важно и почему это для меня важно. И насколько это для меня важно. Потому что мозг, если это не важно, он не воспринимает. И вот для школьников в школе, которые учатся и так далее. Вообще я советую всем преподавателям начинать урок с того, чтобы его анонсировать. Как фильмы, знаете, когда хотят создатели фильмов, этот фильм, чтобы люди на него пошли. Они создают тизер этого фильма, трейлер это называется, трейлер. Они за две минуты, они вставляют самые интересные моменты. И потом человек смотрит весь фильм два часа. А там всего было хороших моментов на две минуты. Но этого трейлера хватает для того, чтобы людей пригласить на этот фильм. И то же самое урок Торы. То есть нужно вначале понять, что Тора это слова Бога, то есть это мысли Бога. Это то, что выходит от бесконечного Творца Вселенной и Мироздания. И к нам заходит в голову, как в виде каких-то слов и информации. Но по факту это соединение с Богом. Дальше, что так как Бог сотворил мир по определенным духовным законам, то есть этот мир физический, это каскадом, это проекция. Физический мир это проекция мира духовного. То тот, кто понимает законы Торы, он естественно в этом мире не будет совершать никаких ошибок. Его жизнь в этом мире, она станет просто уже в этом мире раем. И впереди ждет духовный мир. Для тех, кто изучает Тору, то через Тору ты поднимаешься в духовный, в духовный мир. То есть это самая важная вещь, которая только есть в мире, это то, чем мы сейчас занимаемся. Ради этого мир был создан. И значит мы выполняем самую высшую функцию, для которой вообще был создан человек. Да. В 17 глава мы дошли. А изучаем мы мудрость царя Соломона. Царь Соломон, это был сын царя Давида, который построил первый храм. Он построил первый храм. И он на тот момент объединил, объединил весь мир вокруг веры в единого Бога. То есть он женился, прям можно сказать пожертвовал собой. У него было 700 жены, 300 наложниц, такой гарем. Он женился на дочках всех начальников деревень, городов, стран, парламентов и так далее. То есть он на тот момент хотел объединить весь мир, вера в единого Бога. И построил храм, весь мир съезжались. Царица Савская приехала из Африки. Он на ней тоже женился. Вот эти вот сейчас эфиопы, которые в Израиле, да, это потомки царицы Савской и царя Соломона. Представляете? Она приехала ему вопросы задавать, увидела эту высшую мудрость, до которой вообще человек сам додуматься не может. Он был пророк, царь Соломон. И она тогда, я не знаю, он ей предложил или она захотела выйти за него замуж. И у них потом родились дети, это были эфиопские цари потом. И вся Эфиопия, ну не вся там, часть Эфиопии, они приняли иудаизм. И сегодня Израиль их принимает обратно, как потомков царя Соломона. Так интересно, да? Вот. Теперь, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Царь Соломон написал много книг, но до нас дошли три книги. Три книги, одна называется, одна называется Экклезиаст Коэлит. Это мы ее уже изучили, у меня даже написан комментарий на эту книгу по итогам наших уроков. В этом весь человек. Это глобально мировоззрение. А вообще зачем жить? Царь Соломон начинает с того, что он говорит, все это эвэлевэлим, весь этот мир, это пар паров, это суета-сует, а чем в нем заниматься? И он 12 глав исследует, чем в нем заниматься. И в конце он говорит, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. И дальше он продолжает, там последний отрывок, он не такой известный. И знай, что каждую вещь, каждую вещь Бог приведет на суд, в это гамтовы гамра, и хорошую, и плохую. Значит, знай, что каждое твое действие, оно просвечивается как бы, да, божественным светом. И за каждое действие потом есть мишпад, есть за него ответ и отдача. То есть мы, основа веры, основа иудаизма, основа веры в Бога, это то, что Бог творец, создатель мироздания, и он, все мироздание находится в нем. Это первая основа. Вторая основа веры в Бога, что Бог дал Тору, и мы знаем, что он от нас хочет. То есть эта Тора, она от Бога. И третья основа веры, это то, что мы верим, что Бог управляет мирозданием, и он нам сказал, что нам делать, и есть за это награда, и есть наказание. Есть награда и наказание в этом мире за правильные и неправильные действия, и есть награда в духовном мире. То есть тот, кто изучает божественную волю и выполняет божественную волю, перейдет потом в следующий уровень игры, это называется Ганеден рай, а потом Улама Ба, это грядущий мир, что нас всех ждет, с Божьей помощью. Хорошо. Теперь, значит, Экклезиас, я сегодня как раз думал, что мы дальше будем изучать. Я думаю, что мы дальше будем изучать, скорее всего, третью книгу царя Соломона, которая до нас дошла, Песнь песней. Шера Шерим, она называется на иврите, и, значит, это самая сложная книга, потому что в ней в очень аллегорической форме, про любовь и так далее, но там переданы самые большие тайны мироздания на уровне абстракции, на уровне вот именно как работает духовный мир. То есть, если Коэлит, Экклезиаст, это для чего вся жизнь, это такая философия жизни, мировоззрение, если Мишли, это как жить, то есть мы каждый отрывок, мы изучаем, как работает этот мир, как он устроен с точки зрения Торы, с точки зрения Бога, то Шера Шерим, это как работает духовный мир, о любви к Богу, как вообще это, ну для меня это всегда была совершенно непонятная абстракция, которая вообще не, ну очень мало применима к вот такой, к реальной жизни. Поэтому я всегда, я никогда Шера Шерим не изучал, но вот сегодня как раз думал, что, ну мы уже Коэлит изучили, Экклезиаст, Мишли заканчиваем уже второй раз изучать, да, и с Божьей помощью, что будет книга, я хочу издать книгу вот в конце этого цикла изучения, чтобы была книга на русском языке. И ну все-таки не надо бояться, человек создан для труда, и действительно Шера Шерим сложная тема, но с Божьей помощью постараемся усилить вот эту вот любовь к Богу, потому что любовь вообще в принципе это самое главное, это квинтэссенция вообще, куда может подняться человек. И любовь к Богу, любовь к себе, любовь к ближнему, то есть любовь это самая такая вот высокая вещь, и ее как бы понять и научиться ей, это, это очень сложно, ну вот будем стараться, я думаю. Блин, это, то есть это пока у меня просто я вам рассказывал, я сегодня как раз думал на эту тему. Хорошо, теперь дальше, а мы дошли до, до, сейчас секундочку, до 18-го отрывка, 18-го отрывок. Значит, был у нас 17-й отрывок такой, что в каждое время люби ближних, и у тебя брат, родится у тебя брат в момент неприятности. То есть если ты вкладываешь ближних в свою любовь, то когда у тебя будет неприятность, у тебя появляется брат в этот момент. Или второе объяснение, что в момент неприятности у тебя останется только брат, потому что у брата есть в тебе генетическая вот эта связь, что в момент опасности брат, он тебя не оставит, а ближние, они все-таки, когда все хорошо, они ближние, а когда все нехорошо, они могут стать и не ближними совсем. Поэтому, да, поэтому, а брат тебя не оставит. Это, то, что брат не оставит, это аксиома. У него есть с тобой, есть с тобой вот такая связь, что в момент, особенно в момент неприятности, она пробуждается очень сильно. Это, это как бы аксиома. Теперь превратятся ли ближние в брата в момент неприятности, это вопрос. Но царь Соломон нам советует вкладывать в ближних в любом случае любовь. И тут же 18 отрывок, вот мы сейчас как раз в 18 отрывок дошли. Он нам говорит интересную вещь, такой предохранитель. Режима, послушай. Он говорит так. Адам Хасер Лев Токе Акаф Орев Аруба Лифней Рео. Значит, написано так, что человек, Хасер Лев, человек, который не управляет своим мышлением. Человек, который не управляет. Хасер Лев это тот, у кого внутри эмоциональные процессы, его хочу, они им управляют. Это называется человек Хасер Лев, не управляющий своим сердцем. Токе Акаф, он ударяет по рукам Орев Аруба, дает поручительство Лифней Рео перед ближним своим. Или за ближнего своего. Значит, царь Соломон нас предупреждает. Смотри, вот ты, значит, начинаешь всех любить. Всех, Миша, привет, это вот мой брат как раз пришел. Всех начинаешь любить, как он советовал в 17 отрывке. И во всякое время ты любишь друзей. Ближних, не друзей, а ближних. Тут приходит тебе твой ближний и говорит, слушай, мне надо суду взять, помоги мне, слушай, у меня тяжелое положение, помоги мне, нужен поручитель. Ты говоришь, ну, братуха, конечно, да. И по рукам, по рукам, я за него поручаюсь, дайте ему суду. Приходит второй и говорит, слушай, ты знаешь, мне нужно там машину взять, может, дашь мне поездить. У меня прав нету, правда, у меня по пьяни забрали вчера. Но ты же друг, ну что ты, не друг, что ли? А, бери, братуха, мне царь Соломон сказал, что во всякое время люби ближнего своего, на тебе. Третий звонит и говорит, давай поболтаем с тобой часок. Так мне же надо работать, мне надо учиться. Да, ничего, ну что ты, не друг. Друг, царь Соломон сказал, надо любить друзей, и ты с ним учишься. И он говорит, что тогда будет, это безрассудный человек, он вот так вот дает свои поручительства. То есть, любить друзей, любить ближних, это не значит быть у них в рабстве. Абсолютно не значит быть у них в рабстве, любить ближних. Евгений Рувинский, Шоломон, вот Евгений Рувинский, очень добрый, хороший человек, но он точно знает, что надо быть хорошим, но ты не можешь быть хорошим абсолютно для всех. То есть, ты должен стараться помогать, но эта помощь должна быть, мы учили в Пертьевод, очень важный принцип. Очень важный принцип. Вторая глава начинается с того, что как делать выбор. И начинает Рабиуда Анаси, составитель Устной Торы, начинает смешные. Эйзи и Дерех Яшараши ворлу Адам. Какой путь прямой, что выберет его человек? И он говорит ответ. Кольши и Тиферет Леосея. Каждый, который хорош для человека, в Тиферет Ломена Адам. На втором месте это и хорош со стороны людей. То есть, когда ты планируешь свое время, когда ты планируешь свою жизнь, когда ты не Хасер Лев, как здесь написано, Хасер Лев это безрассудный человек. Когда ты человек, которым управляет рассудок и которым управляет Тора, тогда ты должен четко считать и измерять. Потому что ты не можешь делать хорошо кому-то в ущерб себе, например, да? В сильный ущерб. То есть, какой-то ущерб, какой-то ущерб может быть, да? То есть, человек, который что-то делает для других, это в любом случае он как тратит на это свое время, свои силы, свои деньги. Но это должно ссороизмеряться. Хорошо, еще раз. Значит, здесь нам царь Соломон советует не давать поручительства за ближних, не о финансовых вопросах. Конкретно этот отрывок в финансовых вопросах нам объясняет. Я вспоминаю, что мой учитель Равыцкак Зильберзе, храно цедих левраха, он много лет выплачивал долги за тех людей, за которых он поручился, и они брали ссуды на квартиру, а потом убегали из Израиля. И он выплачивал эти деньги, но Равыцкак Зильберзе, храно цедих левраха, он был цадик, он был один из, есть в каждом поколении 36 цадиков, праведников, скрытых, в заслугу которых существует мир, и он был один из них. То есть, вся его жизнь была полностью самоотверженное служение, и он вообще, у него, его как бы, его личности, его эго не было. То есть, он был на уровне, как там Машера Бейну, или как, например, Любавич Стеребе. Да, Любавич Стеребе, он был Ребе 40 лет, он ни одного дня не был в отпуске, ни одного дня, представьте себе, вот он всю свою жизнь посвятил только помощи людям. Помощь людям, представьте, это удивительно, удивительно, есть такие люди, которые они делают сверх. Но для обычного человека нам царь Соломон предупреждает, не ударяй по рукам за ближнего, потому что ты не знаешь, что с тобой будет, ты за себя не можешь поручиться. То есть, очень есть мало людей, которые могут за себя конкретно поручиться и сказать, что вот я точно себя знаю, и я там никуда не влезу и не ошибусь. А за ближнего, когда ты поручаешься, то это всегда очень серьезный вопрос. В общем, совет царя Соломона, это как, знаете, теперь можно, как анекдот, когда один еврей сидел возле банка и торговал семечками, и второй к нему приходит и говорит, Сема, займи мне деньги. Он говорит, ты понимаешь, я бы тебя занял, ты мой друг, ты же знаешь, но у меня договор с банком, они не торгуют семечками, а я не даю ссуды. Но это как бы, теперь бы он сказал бы, если бы он был на нашем уроте, то он бы сказал так. Он бы ему сказал, Сема, ты знаешь, ты мой друг, но адам хасер лев, то кая каф. То есть, сказал царь Соломон, человек безрассудный, он ударяет по рукам. И он дает поручательство за друга своего. Я не могу за тебя поручиться, извини, но в том деле финансовом, на которое ты занимаешь, нет гарантии, что оно получится. Ты для меня важен как друг, и я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, но терять друга я не хочу. Например, я могу сказать свою историю. У меня был один друг, с которым я очень был, и у меня прям близкие-близкие отношения. И в какой-то момент он у меня занял деньги, на один день. Он занял у меня деньги. Потом, через день он пришел, сказал, что у меня сейчас тяжело с деньгами. Но я сказал, ну ты же друг, все нормально, когда будет, отдашь. В течение года он периодически вспоминал, что у него тяжело с деньгами, но я знал, что там он деньги-то тратит, а те деньги, которые он у меня занял, он мне не отдал. Потом я узнал, что он еще одним должен был деньги, еще одним должен был деньги. В итоге он перестал быть моим другом, потому что я посчитал, что он некрасиво по отношению ко мне поступил, занимая у меня деньги на один день, чтобы перевести деньги, но так я потерял друга, то есть если бы я ему на тот момент отказал, то у меня был бы друг, я думаю, что он бы на меня не обиделся, если бы я сказал, что я по совету царя Соломона не хочу с ним вступать. Но опять же, он даже тогда у меня не занял, он попросил перевезти за него деньги в Москве, чтобы мне отдать в Киеве, и все, пропали деньги, такая достаточно очень крупная сумма. Хорошо, друзья, вот так вот, если бы я тогда этот отрывок вспомнил царя Соломона, значит я бы и деньги бы не потерял, и друга бы имел. Хорошо, девятнадцатый отрывок, девятнадцатый отрывок опять же идет про любовь, про любовь, то есть так как нам сказал царь Соломон, чтобы мы любили ближних и вкладывали в ближних, то теперь он нам дает два момента, как бы предохранителя, где это может иметь вредные последствия. Значит, первое, когда ты поручаешься за других людей, второе, он говорит, Оэв Пэша, Оэв Маца, Макбия Питхо, Мевакэ Шевер. Значит, дословно переводится этот отрывок так, девятнадцатый. Тот, кто любит Пэша, любит, Пэша это такой грех, знаете как, Пэша это без, Оэв Пэша, значит, Пэша это такой грех, который, вот знаете, вот Ефремов, то, что совершил, да, напился пьяный и сел за руль, и потом наехал на человека, это называется Пэша. То есть, это грех, который был совершен по безрассудству, по безалаберности, по, ну вот, знаете, такому халатному отношению. Вот Пэша это такие грехи, которые человек совершает, ну, в наглую он нарушает правила поведения. И, значит, тот, кто любит вот эти вот Пэша, любит вести себя так, в наглую нарушая правила поведения, Оэв Маца. Маца это, здесь не та Маца, которую мы едим на Пэсах, а Маца это ссора с дракой переводится. То есть, очень сильная ссора с дракой, это называется Маца. Получается, тот, кто ведет себя безалаберно, нагло нарушает правила поведения, то он, получается, Оэв, любовное иврите, да, само слово, это соединение с чем-то. То есть, если человек соединяется с вот таким наглым безалаберным поведением и делает вот эти грехи, то он соединяется с разборками с дракой. То есть, у него по-любому будут разборки с дракой. Они идут в одном патете. Ты ведешь себя нагло, вот так вот выделаешься, значит, ты знаешь, что ты когда-нибудь, ты соединишься через вот это свое наглое поведение, соединишься с какой-то пропастью, с какой-то ямой. И дальше он продолжает. Макбея Петхо, тот, кто поднимает свой вход, дословно переводится, ворота свои, то есть, я вот здесь в переводе написал такое простое понятное слово, блатует. Тот, кто блатует, это поднимает ворота свои. Знаете, есть люди, они вот так разговаривают с другими. Ну, че, ты кто вообще такой? Значит, он Мивакеш Шевер. Он, Мивакеш, это как просит, просит Шевер, это крушение, как сломают, его сломают, в общем. Рано или поздно его сломают. Тот, кто выделается, значит, так, тот, кто делает преступление, он в итоге попадет в драку, в конфликт с дракой. То есть, самую сильную ссору, в которой люди уже готовы друг друга избить и убить. А тот, кто просто блатует, он ведет себя нагло в разговоре, то он, как будто бы он просит, чтобы его сломали. И рано или поздно его сломают. Понятно, да? Да. И вот, значит, сейчас, тут я какую-то историю, вот я когда-то это в том цикле, в том цикле я подобрал пару историй, которые это иллюстрируют. Потом будет в описании очень смешная история. Еще раз, значит, у нас есть конкретно царь Соломон, пророк, пророк, сын царя Давида, человек, который построил первый храм. Он нам сказал, чтобы мы, первое, вели себя действительно по закону и не делали вот этих вот тупых преступлений, которые в основном делаются по пьяни. И второе, чтобы мы вели себя очень вежливо, очень культурно, обращаясь к каждому человеку культурно и с уважением, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты разговариваешь. И, значит, ну, есть, как есть анекдот уже на эту тему, когда быти такие на машине, они на светофоре въехали в такую простую машину в Запорожец. И, значит, вместо того, чтобы извиниться и сказать, как мы, как мы, а, вот я другой расскажу анекдот, да? Вот такие быти на Мерседесе въезжают в простую такую машину в Волгу. И они с битами выбегают и начинают бить эту Волгу, ломать. И, типа, а ну, вылазь! И разбили окно, а там сидит такой мужчина в форме ФСБ, да? Полковник ФСБ. И они такие видят, что он ФСБшник. И они такие, ой, извините, а мы так спешили. Мы даже стекла разбили. Хотели узнать, куда деньги занести. Куда деньги занести за машину из-за ущерб моральный. Поэтому те, кто выделаются, они рано или поздно попадут в такую ситуацию гарантированно, проверено и понятно. Поэтому культура в поведении, не надо быть хасер-лев, не надо быть человеком безрассудным. Надо, чтобы все было у нас через рассудок, через интеллект. И с Божьей помощью будет у всех все хорошо. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Поделитесь своими выводами. Платформа Вайкра на сегодня мы решили ее обновить, усилить. У нас на сегодня, слава Богу, видите, почти 300 человек в прямом эфире в Фейсбуке. И уже 13 в Инстаграме. То есть это уровень. Мы в Фейсбуке начинали тоже с 13, а сейчас уже 300. В Инстаграме сейчас пока 13, тоже должно быть 300. С Божьей помощью. Поэтому распространяем Божественный Свет. То есть узнал, понял. Теперь главное запомнить. А чтобы запомнить, нужно поделиться своим знанием, написать выводы и сделать, применять. Применяйте это в жизни. Эта система работает. Мировоззрение Торы, поведение Торы. Оно работает 100%. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Пока.